Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Европейского Центрального Банка. В 12.15 по GMT нас ожидают решения по куче, включая процентных ставок. Депозитные, процентные, будут отдельные справительные заявления, после чего в 12.45 по GMT состоится пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. В этом диапазоне получасовом 12.15-12.45 в этот период времени выйдет еще американская статистика. Первичные заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей, это не что иное, как промышленная инфляция. Нам нужно уточнить все-таки, что происходит с инфляцией в США, учитывая, что после выхода вчерашних данных по основному индексу потребительских цен, индекс доллара показал локальную влатильность, но остался на тех же самых уровнях, на которых котировался до выхода этого релиза. И также в 12.30 по GMT еще один важный отчет по американской экономике, который дает оценку активности потребителей. Это данные по розничным продажам. В общем, скучать сегодня не придется, поэтому, как и всегда, контролируйте риски, друзья. Не забывайте про стоп-лоссы. Иногда мы можем быть очень уверены в определенном развитии событий и в том, что инструмент точно пойдет по тому сценурию, который нам кажется вероятным. Но иногда рынок вносит свои коррективы и заставляет нас все же отказываться от некоторых идей. Давайте по порядку. Индекс доллара. Текущие котировки 104.60. Вчерашние данные по инфляции. Основной индекс потребительских цен 3,7%, рост с 3,2%. Базовая инфляция 4,3%, снижение с 4,7%. Объективно говоря, для Федрезерва куда большее значение в оценке будущих действий имеет именно базовая инфляция, которая считается наиболее чистым, качественным и объективным показателем. Потому что базовая инфляция не учитывает цены на продовольственные товары, цены на энергоносители. Базовая инфляция снизилась. И это, конечно же, доказательство того, что индекс потребительских цен, инфляция в США, остается в траектории нисходящей динамики. Если вспомнить последнее заявление представителей Федрезерва, то как раз тот отчет, который мы получили по базовой инфляции, это и есть то самое необходимое, недостающее доказательство того, что инфляция снижается. И если этот тренд сохраняется, то, опять же, многие представители Федрезерва ранее высказывали, что при таком подтверждении статистикой вот этой снижения инфляционного давления, их точка зрения изменится, и они поддерживают идею того, что самый лучший сценарий в текущих условиях – это сохранение ставки на прежнем уровне. То есть завершение как раз периода ужесточения монетарной политики и текущего цикла повышения ставки. В этих условиях логично вчера было бы ожидать, что индекс доллара перейдет к развитию активной нисходящей динамики. Но индекс доллара остался на тех же самых уровнях. Если мы посмотрим на инструмент FED Watch Tool, что же изменилось в оценке вероятности повышения ставки? В сентябре она стала еще ниже. Если раньше это было 7% до выхода отчета, то сейчас уже вероятность повышения ставки равна 3%. В сентябре ее, конечно же, не изменит. До конца года вероятность повышения процентной ставки тоже плюс-минус осталась на тех же уровнях в районе 40%. Ничего не поменялось. Поэтому сегодня было бы логичнее, наверное, закрыть короткие позиции по индексу доллара, потому что доллар не обвалился так, как нам нужно было. Но сегодня на азиатской сессии мы все-таки видим развитие коррекционной динамики. Поэтому я предлагаю дать доллару еще один шанс, не торопиться, тем более, что сегодня у нас еще и промышленная инфляция, данные по розничным продажам, которые могут стать дополнительными триггерами для движения доллара. Если к концу торговой сессии и до конца недели мы поймем, что инициатива постепенно возвращается к покупателям, то тогда уже откажемся от короткой позиции, потому что будет очевидно, что рынок плевать хотел на то, что сделает американский регулятор, на вероятность повышения процентной ставки, и им управляют несколько другие факторы. Золото 1909 долларов за трость концу. Я по-прежнему рекомендую вам смотреть всецело на то, что делает большинство. Толпа 75% трейдеров сейчас в длинных позициях, поэтому локальный минимум мы еще не добили, и это может произойти уже в ближайшей торговой сессии. Локальный минимум, как по мне, это точно. Тестирование поддержки 1900 долларов за трость концу и потенциал захода даже еще чуть пониже 1890. То есть это те же самые целевые ориентиры, которые ранее были обозначены. Рынок нефти 92.30, стабильно обычный рынок, бренд WT обновляет локальные максимумы. Очень интересное наблюдение, которое, в принципе, не привнесло на рынок ничего нового, потому что это было очевидно. Аналитиков Bloomberg о том, что в четвертом квартале этого года на рынке может возникнуть крупнейший за более чем 10 лет дефицит. И он может превысить 3 миллиона баррелей. Хочу отметить, что это фактически означает то, что Bloomberg признает, что на текущем этапе этот дефицит составляет около 2 миллионов баррелей, потому что, если добавить к текущему показателю дефицит и еще инициативу от Саудовской Аравии и России добровольно сократить производство еще на 1,3 миллиона баррелей, то вот как раз и получает, что в четвертом квартале дефицит может вырасти до 3 с небольшим миллионов. Тема дефицита – это, безусловно, самый главный источник интереса к нефтянке и почему, собственно, бренды WT сохраняют обычную динамику. Ранее мы обозначали, что в текущих условиях теперь путь открыт для того, чтобы бренд протестировал 95 долларов за баррель. Эта идея по-прежнему остается в силе. Доклады от ОПЕК и Международного антического агентства. Хорошие цифры по ожиданиям роста спроса на нефть от ОПЕК на 2,4 миллиона до конца этого года. Международное антическое агентство чуть-чуть поскромнее, прогноз 2,2. Но все равно хороший показатель, соответственно, тоже статистика, которая настраивает нас на такой позитивный лад. Доллар канадец 1,3530 текущей котировки, лоу был 1,3519. Наши цели 1,35, конечно же, отыгрываем еще и наследие неплохих макроэкономических данных, которые тянутся по рынку труда с конца прошлой недели. И, безусловно, нефть, которая сейчас очень сильно поддерживает канадца, потому что канадский доллар понимает, как неплохо могут улучшиться показатели торгового баланса канадской экономики. Потому что нефть – это один из основных экспортных ресурсов для Канады. Доллар иена 147,10. Рекомендую пока держать длинные позиции. На мой взгляд, пока участники рынка не очень обеспокоены. С заявлениями главы Банка Японии у Эда о том, что к концу года политика может начать меняться. Потому что, как всегда, было «но». Это «но» заключается в том, что если Банк Японии наберет достаточное количество доказательств, которые позволят ему отказаться от отрицательных процентных ставок. Но не уверен, что это произойдет. Валютных интервенций банк, точнее, трейдеры пока не боятся. Я думаю, что до тех пор, пока пара доллар-иена не вернется выше 148 иен за доллар, эти опасения будут не так актуальны. Вот как раз наша цель – продержать пару до отметки 148-148,50. Там уже готовится к возможным интервенциям. Европейская валюта сегодня в центре внимания. Сейчас в котировке 1,0744. Заседание Европейского центрального банка. Решение по ставке. Хочу напомнить вам, что за последние несколько недель был прям тотально негативный фундаментальный фон из еврозоны. На этой неделе слабые данные по бизнес-оптимизму, оценке экономических условий. Еврокомиссия пересмотрела прогнозы экономики еврозоны до 0,8% до конца этого года роста. Буквально два месяца назад этот прогноз был 1,1%. По Германии вообще теперь ожидают рецессию и то, что темпы роста будут отрицательными. Я ранее уже про немецкую экономику рассказывал. В таких условиях, конечно же, я понимаю, что рынок сейчас не знает, какое решение примет Европейский центральный банк, потому что фундаментальный фон просто хуже нет. Если сравнивать, например, даже с американской экономикой, в Европе ситуация гораздо хуже. И трейдеры полагают, что если Европейский центральный банк на текущем этапе пойдет на повышение ставки на 25 байсных пунктов, это может ухудшить условия в экономике и стать причиной наступления рецессии. Что-то в этом есть. Но даже ФРС уже решил, что в сентябре ставку повышать не будет. Поэтому я допускаю, что сегодня действительно ставку оставят на прежнем уровне, в частности депозитные 3,75%, общая ключевая процентная 4,25%. И это, друзья, может немного разочаровать оптимистов, которые ранее рассчитывали на более жесткую монетарную политику. Поэтому в качестве краткосрочной, это ключевое слово, цели по паре евро-доллар на текущую торговую сессию, допускают, что пара на импульсном движении после выхода оглашения решения по ставке может свалиться в район отметки 1,0650. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!